Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин обозначил приоритетные направления развития России. Сегодня глава государства обратился с посланием к Федеральному собранию. В зале собрались больше полутора тысяч человек. Сенаторы, депутаты, министры, главы регионов. В их числе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Президент говорил о стратегических задачах, стоящих перед страной на ближайшее будущее. Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы, чтобы люди, которые лишились дохода, могли воспользоваться отсрочкой по платежам. Также глава государства заявила о необходимости форсировать модернизацию инфраструктуры с применением передовых технологий. Особенно это важно для нас, для страны самой большой территории в мире, такой огромной территории. Это имеет огромное значение для укрепления всего каркаса государства, для раскрытия потенциала территории, для роста экономики Российской Федерации. В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст мощный импульс. Кстати, спасибо и мостостроителям, и железнодорожникам видели, уже сделан обход вокруг Коснодара и подход к этой транспортной развязке. Модернизация автомобильных и железных дорог, морских портов, авиасообщения, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристической привлекательности. В своем послании президент большое внимание уделил и развитию медицины. В стране к концу 2020 года должно появиться больше полутора тысяч амбулаторий, а на борьбу с онкологическими заболеваниями направят больше триллиона рублей. Модернизация системы здравоохранения – одна из приоритетных задач для Краснодарского края. У нас, конечно, количество жителей, которые живут в сельской местности, около 4 миллионов. И поверьте, это такой народ, который, как правило, не думает о своем здоровье, потому что у нас то пассивная, то уборка. И как-нибудь до себя руки не доходят. Поэтому, конечно, если они не идут к врачу, то врач должен прийти к ним. Поэтому офисы врачей общей практики – это сегодня то необходимое звено в медицине, которое должно появиться на селе, даже в самых отдаленных населенных пунктах. Мы сегодня сохраняем здоровье жителей регионов. И сегодня мы также в Краснодарском крае ставим медицинский кластер. Он достаточно серьезный, там, и танкоцентр, и лебедационный центр, который очень нужен. И участвовал президент, что нужно заниматься и лебедацией, и профилактикой. Послание президента федеральному собранию продлилось полтора часа. За это время Владимир Путин обозначил основные направления не только во внутренней, но и во внешней политике России. Все гостиницы Кубани пройдут классификацию и получат звезды. Положение об этом подписал глава правительства России Дмитрий Медведев. В Краснодарском крае такую процедуру смогут проводить семь организаций. Все они получили аккредитацию в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Закон обеспечит безопасность туристов, гарантию получения качественной услуги и позволит вывести из тени недобросовестных отельеров. За отказ от прохождения процедуры руководители средств размещения будут привлекать к ответственности. На сегодняшний день в Сочи прошли обязательную классификацию почти 2500 средств размещения с номерным фондом более 80 тысяч мест. Новый закон вступает в силу с 1 июля этого года для средств размещения более 50 номеров. В 2020 году для гостиниц более 15 номеров. С 2021 года все предоставляющие гостиничные услуги будут обязаны пройти классификацию, сообщает ТАСС. Напомню, премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательном присвоении звезд отелям. Раньше все классификационные звездочки присваивались по желанию самого отеля. Кто хотел, тот и рисовал себе их, причем вне зависимости от реальных услуг, которые они зачастую оказывают. А сейчас все должно быть в соответствии с этим документом и уже развиваться на базе нормативных требований, чтобы те туристы, которые путешествуют у нас по стране, могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат, если видят эти звезды нарисованными на отеле. А по словам вице-премьера России Ольги Голодец, с 2012 по 2017 год включительно турпоток внутри России увеличился с 37 миллионов до 61 миллиона человек в год. Сегодня в стране насчитывается 31 тысяча гостиниц и 41 тысяча малых средств размещения. На Кубани число гостиниц формата «Все включено» выросло на 40%. Опыт Краснодарского края по привлечению молодых врачей в сельские больницы признан одним из самых успешных в стране. Об этом заявила заместитель главы региона во время видеоселектора с руководителями краевых министерств и ведомств, заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам и главными врачами медучреждений. За семь лет реализации проекта «Земский доктор» его участниками стали и переехали в Кубанскую глубинку более трех тысяч медработников. Только в прошлом году места жительства поменяли около 400. Об этом рассказала вице-губернатор Анна Менькова на селекторном совещании с заместителями глав районов по соцвопросам. На заседании говорили о реализации нацпроектов здравоохранения и демография. Так, к 2024 году продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а к 2030 году – до 80. Чтобы приблизиться к этим цифрам, в каждом регионе нужно создать новую медицинскую систему. А начинать надо с первичного звена, отметила Анна Менькова, и создавать на селе молодым врачам необходимые условия для жизни и работы. У нас большая надежда на эту программу, потому что один из наших проектов касается обеспечения кадрами всех наших больниц. И, конечно, решить этот вопрос мы можем в том числе с помощью этой программы. И помимо зарплат, которая у них должна быть достойная, с подъемным одним миллионом, у них должны быть нормальные возможности либо участки построить дом, либо возможность устроить детей в школу или в детский сад. Как угодно. Но эти возможности у этих специалистов должны быть. А если мы даем им миллион, и дальше человек сталкивается с непроходимыми трудностями в своей жизни, то, конечно, он не останется. Также на совещании обсудили вопросы безопасности в школах и перевозке детей. В 2018-м за счет бюджетных средств закупили около 350 автобусов. В этом году планируется приобрести еще 98. Ученический транспорт оснащен спутниковой навигацией и тахографами. Мы вместе так назвали благотворительную акцию, которая сегодня состоялась в Сочи. Провели ее в рамках краевого социального проекта «Твори добро». В мероприятии приняли участие студенты и волонтеры. Кроме того, к акции присоединились и десятки простых сочинцев. В чем суть акции, расскажет Ольга Десятого. Игрушки, украшения, рисунки из песка и бисера – все это сделано руками сочинских народных умельцев. В роли продавцов – волонтеры серебряного возраста. Ярмарка благотворительная. Все вырученные деньги пойдут на лечение онкобольных детей. Я думаю, что любой человек не может быть равнодушным детям, которые больны. Мы этими подарками привлекаем людей, которые тоже неравнодушны к больным людям. И вот собираем здесь сумму, которая нужна будет для больных детей. В роли меценатов выступили и сами дети. Ученики 24-й школы выставили на продажу больше десятка работ, сделанных своими руками. Все очень красиво и выполнено душой детей. Деньги направят в региональный фонд «Край добра», который уже много лет помогает детям. Но чтобы привлечь внимание к проблеме рака, волонтеры сегодня раздавали прохожим ленточки золотого цвета. Это международный символ борьбы с детской онкологией. Конечно, когда дети чувствуют, что за них, грубо говоря, весь мир, и все им готовы помочь, конечно, это позитивно сказывается на их выздоровлении. Ну и, соответственно, если это говорить по деньгам собранным, то оплата необходимых операций, необходимых манипуляций дает им шанс на жизнь. Как известно, больным ракам важна не только материальная поддержка, но и психологическая. Так, в рамках акции сочинские волонтеры сегодня провели сбор писем. Все желающие смогли оставить свои пожелания больным детям. Их отправят маленьким пациентам в краевой онкологический диспансер. В Сочи стартовала неделя мужского здоровья. Проходит она в третий раз в рамках акции «Кубань против рака». До 22 февраля в поликлиниках всех городов и районов Краснодарского края пациентов ждут на бесплатное обследование. Заранее записываться или получать направление не обязательно. Главное – взять с собой медицинский полис и паспорт. Всех пришедших на прием осмотрят квалифицированные специалисты – дерматоонкологи, урологи и проктологи. При необходимости назначат дополнительные исследования. Особенно рекомендуют посетить врача, мужчинам которым уже исполнилось 50 лет. В этом возрасте риск образования злокачественных опухолей возрастает. В предыдущие годы в регионе обследовали почти 70 тысяч пациентов. У 1 800 из них выявили злокачественные образования. Врачи будут принимать не только в поликлиниках, но и во всех пяти онкодиспансерах края – в Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Ейске и Армавире. А с 25 февраля по 1 марта в медучреждениях ждут женщин. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 21 февраля в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем 8, 10 градусов выше нуля. Сезон больших скидок в торговом центре Мюнхен до 70%. Модная европейская одежда и обувь по супервыгодным ценам. В магазинах торгового центра Мюнхен скидки 30, 50 до 70%. Модные бренды, оригинальный дизайн, яркие аксессуары. Мюнхен. Время выгодных покупок. Полиция ищет участников массовой драки в Сочи. Произошла она накануне вечером в районе Моремола. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как группа молодых людей устроила потасовку, переросшую в драку, прямо на проезжей части. По всей видимости, участники находились в состоянии алкогольного опьянения, так как некоторые из них, едва замахнувшись, тут же падали на землю. В ход же пошли не только кулаки, но и газовый баллончик. Все действие сопровождалось нецензурной лексикой. По факту конфликта сотрудники УВД Сочи проводят проверку. В Сочи двое мужчин в чулках украли родовой набор. Чемодан с медицинскими принадлежностями из автомобиля скорой помощи похитили двое приезжих из Московской области. В дежурную часть отдела полиции Центрального района с сообщением о грабеже обратился водитель скорой помощи. Мужчина пояснил полицейским, что, прибыв на очередной вызов, припарковал транспорт возле одного из домов и ожидал возвращения бригады врачей. В это время двое неизвестных мужчин с чулками на голове забрались в автомобиль, похитили чемодан с медпринадлежностями, после чего скрылись. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали недалеко от места происшествия двоих мужчин, 29-летних приезжих из Московской области. Задержанные пояснили, что, не обнаружив в чемодане медикаментов и спирта, выбросили похищенный родовой набор, когда скрывались с места происшествия. Установлено, что мужчины находились в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. В настоящее время они взяты под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации ведется следствие. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Жители Сочи осудили за организацию незаконной миграции. В Лазаревском районе Сочи трое местных жителей занимались подделкой. Следователи установили, что 52-летний сочинец передал образец Бланка уведомления о прибытии иностранца в Россию своему 34-летнему знакомому. Цель – изготовление копий документа. Поиском покупателей Бланка занималась 32-летняя сочинка. В итоге правоохранители задокументировали 8 фактов сбыта поддельных документов на территории Сочи. Суд признал обвиняемых виновными по статье «Организация незаконной миграции» и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. В горах Сочи установят сразу три рекорда. Впервые в городе пройдет фестиваль резьбы по снегу «Снежная поляна-2019». Мероприятие состоится 22 и 23 февраля на Красной Поляне. Повторю, фестиваль претендует сразу на три рекорда. Самый южный парк в России, самый высокогорный парк в России и самый южный фестиваль «Резьбы по снегу в стране». Фиксацию рекордов 23 февраля проведет эксперт Книги рекордов России. Темой фестиваля в этом году стали «Морские сказы». Девушка с дельфином, рыба-фу, грусалка, галера с викингами и посейдон появятся из снежных блоков. Участников фестиваля делят на пять команд по три человека в каждой. Капитан, профессиональный скульптор заранее сделает заготовку фигуры. Команды формируются по предварительной записи. Участники получат сертификаты и памятные призы от Горно-туристического центра «Газпром», где и пройдет фестиваль. Все гости мероприятия смогут принять участие в открытом мастер-классе по резьбе по снегу. Созданные арт-объекты будут стоять до конца марта. Продолжаем выпуск. Школьники против моряков, но только в спортзале. Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества. Физкультура в этой школе всегда на первом месте. Может быть, поэтому и успеваемость у детей хорошая. В прошлом году вторая школа дала семь медалистов. Бывшие выпускники приходят в родные стены. Сегодня ребят приветствовал Артем Исусян, выпускник 2008 года, сотрудник школы Олимпийского резерва. К слову, здесь учился и занимался спортивной подготовкой двукратный олимпийский чемпион по бабслию Алексей Воевода. Все эти годы любовь к спорту ученикам прививает Владимир Хайхян, бессменный преподаватель физкультуры. Ну и результат у нас всегда такой положительный. Хочется отметить, что наши гости, хотя они очень заняты, на охране границ они находят время прийти и отметить этот замечательный праздник. На старте две команды – школьников 9-10-11 классов и моряков-пограничников дивизиона пограничных кораблей и катеров специальной службы. Спорт зала есть, на корабле у всех в принципе есть тренажеры спортивные, поэтому с этим проблем нет. Эта эстафета, конечно, не серьезное спортивное соревнование, а скорее встреча защитников нынешних, защитниками будущими. Ну а школьники сегодня настолько были замотивированы на победах, что во всех видах эстафет и выполнении норм ГТО стремились быть первыми. Моряки не возражали. Это уже как традиция наша, она складывается, мы уже 29 раз выигрывали и это будет 30-е, мы попытаемся выиграть. Пока мальчишки готовятся стать защитниками, пусть пока в такой спортивно-игровой форме, моряки береговой охраны всегда на посту. О подвигах всех военных, о защитниках страны вспомнят в субботу 23 февраля. В 11 часов на мемориале воинской славы состоится торжественный митинг и возложение венков. Гелина Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах новости Сочи ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok